Welcome, welcome, welcome. Ну что ж, в группе С мы вчера много чего увидели. Победу одержала команда H2K. Четыре подряд победы. И если бы мне сказали, что между этими четырьмя командами будут проводить чемпионат мира и выбери типа лучшую, H2K, Эдвард, Рокс и Альбус, я бы сказал H2K топ-1. После вчерашнего настолько идеально отыграть четыре игры. Да, там был один какой-то нашор стил липовый от Эдвард Гейминг, когда у них шансов не было выиграть. Ну забейте. Там даже потом в интервью спрашивали у Янкоса, как так получилось, что у тебя своровал Лисин. Но он сказал, что это 50 на 50. А вообще я у него украл Дрейка в прошлой игре. И я, чтобы он не расстраивался, отдал ему нашора. Пошутил Янкос, вчера было после матчевого интервью. Но они реально, они очень сильно выглядели вчера. Сильнее, чем эта группа и сильнее, чем Эдвард Гейминги и заслуженные 2-0 и 2-0 над другими командами. Но сегодня у нас группа Д. Д. И в этой группе Д все начинается с TSM против Samsung Galaxy. Galaxy. Не затащил ворк никакой еды. Да-да-да, кстати. Именно по такой логике действует TSM. Сейчас нам показывали большой ролик, посвященный Свенскерину о том, что он похудел. Там в паундах назвали. У меня проблемы с этим переводом. Примерно 12 килограмм, короче, он сбросил. Но он явно перестал быть пухликом. И сейчас видно, что щеки у него пропали. И появилась мышечная масса вместо жировой массы. То есть Свенскерин действительно похудел. Ну, если нам его покажут, вы это увидите. Ну, и Дабллифт рассказывал там, что вот, Свенскерин как человек даже стал лучше благодаря этому. Он начал себя оценить. Ну, короче, стандартная тема, что психология меняется вместе с весом человека. Нам показывают Зеда, которого никто, конечно же, не пикнет. Краун получает своего Виктора. Виктор. Один из его мейнов. Амбишн у нас будет на Рик Сайке и Джей Си. Джей Си. Какой Джей Си? Джин, конечно же. От рулера Корджа Джей, скорее всего, у нас возьмет Том Кенча. Корджа Джей решили в Самсунге выставить на этот матч. Но пока, правда, здесь нет особой надобности брать Том Кенча. Но, вон, видите, Том Кенч все равно выцеливает, потому что это его мейн. И почему бы и нет. Баны Самсунгов были Синдра. Не хотят они сами фирспикать Синдру. А Уреллен Солл, видимо, думает, что Бьерксон не только умеет баги кидать на Уреллен Солла, но еще и на нем гонять. И Лисина, конечно же, от Свенскерина забрали. Ну, и команда ТСМ. Два бана стандартных сделали на фирспике оппонентов. Есть игрок, который умеет играть на Нидали, поэтому лучше ее забанить. И райз бан. Вчера, я говорил, очень много было сильных райзов. Особенно Рю продемонстрировал, как можно даже свои контрпики Мальзахаров унижать на линии. Даже один в два он там стоял большую часть времени и все равно победил. И вот Зайра куда-то вообще не в тему этот бан, но, я так понимаю, это Корджи Джей, видимо, на скримах с ними сыграл за Зайру. Может быть, это Краун на Зайре был на Миде. Не знаю. Ну, а ТСМ сделали то, что мы видели с вами весь чемпионат ЛКС. И как можно не помнить вот этого? Я про Самсунгов. Да, вы забанили то, что они на этом чемпионате сыграли. Молодцы. Но у ТСМов так много вариантов, что просто смешно. Зиллиан у нас будет на Миде. Зиллиан от Бьорксона. Ускорение для Свинскерина Олафа. Тогда была там Рик Сайка в этой комби. А у Ешка Мак на топе. Дабл лифт под щитком Кармы и Бессмертием Зиллиана. Кто не знает, винрейт Зиллиана в американском ЛКСе 11.0 от Бьорксона. Он за него еще ни разу на американском ЛКСе не проиграл. За Зиллиана Мид. Вот такой вот интересный чемпион для Бьорксона. И команда умеет играть следовательно вокруг этого сетапа, где вы отдаете сигнатурочку своему дабл лифту. Он будет у нас керри. А остальные игроки будут просто АУЕшками такими бегающими. Там немного танковости от Олафа. Немного дэмэджа от Кенана. Немного дэмэджа от Кармы и щитки. И, конечно же, дэмэджа от того же самого Бьорксона с двумя бомбочками. И Люциан Керри. Это то, что нас ждет. Мы на Твиче смотрим. Сейчас я льтам, но чтобы убедиться, что все будет хорошо. Группа ДНО. Да нет, на самом деле это самая сильная группа. Как мне показалось после первой недели. Это шутка. Вам надо подраться. Кто же из вас первый пошутил? Группа ДНО. Не затащил ворлды никакой еды. А это уже было. Моразь выигрывает дрыщи. Да, наверное. Кстати, вполне реальный факт. Потому что если пробежаться по чемпионам, и Тайп Ай Асасин, и фанатики молодые, все были худочавенькие, стройненькими ребятами. Ну что ж, ТСМ побежали в бой. Напоминаю, что у обеих команд две победы, одно поражение. ТСМ проиграли именно Samsung Galaxy первую свою игру на прошлой неделе. Но они начали ее с такого старта, что я не мог поверить, что ее можно проиграть. Но потом началась дабллифщина. Дабллифщина с Джином. Дабллифт там много киллов отдал подряд. И тогда был не CoreJJ, саппорт у команды Samsung Galaxy. А был чувак, который на Алистаре был. Я вот не помню, кто это был. Ну, надо будет в запас их зайти. У них два игрока на саппорта. Вот они сейчас CoreJJ позвали. А тот был на Алистаре, и он от Алистарил всю команду ТСМ. А, Мата. Так что я туплю? Мата же, конечно. Я же знаю, кто это был. Это же был Мата. Вот он в соло выиграл тогда катку. Полностью. MVP того матча. И для меня сразу стал лучшим саппортом этого чемпионата. И пока он, кстати, титул... Не особо я вижу, чтобы кто-то у него этот титул забирал. Были хорошие игры от Ликрита. Без шуток. У Эчтокеев, скажем прямо, саппорт не проявил себя никак. Хоть они и вышли с первого места. У Эдвардов тоже саппорт себя никак не проявил. Кто у нас еще там вышел? Роксы, да? У Роксов Горилла молодец. Горилла молодец. Вот Горилла с ним борется. Но вот почему-то Мату нам сегодня не выпустили. Выпустили CoreJJ с Том Кенчем мейном. И ТСМ вроде как это даже не заметили. И Том Кенча оставили открытым. Вот это вот, кстати, может быть и зря. Сэнскерин начинает с красного бафа. Мы этот уже маршрут видели. Он сейчас пропустит Рапторов. Должен пропускать Рапторов. Ну, вообще, мы этот маршрут уже видели. Там Рапторы не забираются. Сразу идешь в синий лес, полностью все там чистишь. И потом либо рекулишься, либо помогаешь Ботлейну. Там по таймингу получается, что вы как раз находитесь на Ботлейне. И не даете сделать Йологанг на третьей минуте. Мидера можете прикрыть с нелогичной стороны, как раз с нижней. И если что, как обычно, вы можете просто нажать рекол и вернуться в свой лес. А здесь, ну, как-то по-другому. Свен сыграл. Ну, ладно. Сыграл и сыграл. Пофиг. Немножко Паука наполучал здесь Бьерксон. Но это начальный Паук. Ничего страшного в этом не происходит. Напоминаю, что у Бьерксона есть телепорт. И он с удовольствием лезет в эти размены, понимая, что главное ласкить сейчас мопсов. Когда он доберется до первых своих айтемов. Я вот не знаю, будет ли он через Каплю играть, либо просто через Руа. Скорее всего, возьмет все же Каплю. Так вот, когда он доберется до Капли, он может делать рекол и вернуться Капля плюс Хилка, плюс Пинквард. Все. Больше ничего от него не требуется. Это 1000 голды. Всего лишь там 5 вейвов продержаться на линии. На это вам хватит сил. Очень поздно, на самом деле, правильно говорят английские комментаторы. Рик Сайко очень поздно вернется к своему синему бафу, чтобы отдавать. А у нас Свен бросает это дело и идет на топ. Но понимает, что его Рамбл тут же увидел. Прокликивает он, что хочет пойти за синий баф повоевать, но не может сейчас Кеннон сюда подойти. Амбишн его здесь ждет. Бьерксон же подбивает. Так, выходит на Свена. И да ничего сложного нет. 2 на 2 они выиграют. Если успеет Кеннон подойти, Кеннон подходит, подкидывает Свена. Поздновато подходит Кеннон, скажем прямо. И с флеша Амбишн дает подкидывание по нему. И первый килл достается. Ну вот по тому ворду не надо было пробегать. Ой, еще не говорит Хаузер, что ты еще умудришься умереть. А он очень близок к смерти. Но он попал пассивкой, то бишь он сейчас стан должен прописать. Автоатака, это килл будет. Но трейд на трейд. Килл, наверное, выгодно. Все же здесь ТСМ ушло, потому что, во-первых, сняли дабл баф с Амбишн. А во-вторых, чуть больше денег заработал Хаузер чисто для себя. Здесь хотя бы понятно, что килл с ассистом это тоже выгодно. Но дэнай мопсов не было. Давайте признаем, там никто ничего не задэнайл. Там три мопса он потерял. Это ерунда. Ну, инвейдить было плохо со стороны Свен Скерина. Как и гангать. То есть, мне кажется, знаете, что произошло? Свен не понял, что... Ой, 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 ты что? Нам показывают статистику Крауна на Викторе в первой игре против команды Сплайс. У него КД была восьмерка и тысяча урона в минуту. Тысяча, Карл. Средний урон в минуту обычно у игроков 400. Ну, это если ты керришь. Если не керришь, 250. Он тысячу урона против Сплайсов нанес. И Бьорксон совершает глупейшую ошибку. И отдает килл на ровном месте. Причем денег у него хватало. Тысяча голды было. То есть, как раз, чтобы сделать рекол. Он хотел сделать две бомбочки по Крауну, попасть в него, застанеть и среколиться. Но в итоге кинул первую бомбочку в Крауна, не попал. И Краун понимает, что сейчас полетит вторая бомбочка в это же место. И его, мол, попытаются просто полем застанеть. Бомбочка не попала, но в поле-то он находится все еще. И Краун просто флешнулся наперед. И Бьорксон не среагировал, не отфлешился сразу же в ответ. А потом уже было бессмысленно отфлешиваться. Пытался нанести как можно больше урона. И ТСМ отдали 2 кг на ровном месте, минус 1000 голды. Совсем не ТСМ-овская игра. Ну и комментаторы правильно отмечают, что Самсунги-то на самом деле это та команда, которая я даже на первой неделе отмечал тоже, ребят, что они не умеют отыгрываться. Они умеют как раз убивать и отдавать такое преимущество нельзя им ни в коем случае. И поэтому я дико был удивлен, как ТСМ-ы ту игру завалили, имея там 4500 преимущества на 15-й минуте. И потом Мата их всех просто завалил в соло. Потому что, ну, Самсунги обычно как раз вот этим и отличались. И стиль-то их не сильно поменялся с тех пор, что они умеют только начинать побеждать, а вот от защиты играть не умеют. Но вот они сейчас 3-1. Посмотрим, как смогут этим воспользоваться. Кюв здесь ультанул, а Хаузера на топе бессмысленно абсолютно. Даже Флэш Хаузер не тратил. А, у него не было флэша. Он просто отошел в сторону на Ешке. И какая-то странная ульта. Похарасить Кенона или что это было? Я сначала подумал, что будет Тауэрдайв, но, видимо, это было для Хараса Кенона. И сейчас Кенону тяжеловато немножко стоять. Ну, напоминаю, что килл-ассист есть у Кува, и самое главное, что он поучаствовал в этом ферстблайде, поэтому у него больше денег. Амбишн зазывает сюда Кюва, и они вместе забирают красный баф, за который посражаться Олаф не может. И топор он даже решил не кидать, не пытаться. Ну, ладно. Ну, игра пошла полностью из рук. Вон плохо у команды ТСМ. Старый Свинскеринг как будто проснулся. Толстый Свинскеринг как будто проснулся и начал играть так, как я не любил его в первом сплите этого года. Потому что именно вот так вот он и играл. Вообще какие-то бездарные мувы. Непонятно куда идет постоянно. А тут его сейчас на варде видят Виктор и подзонивают немножко. Но он все равно чуть-чуть подворовал. Это было неплохо. Ну, то есть, еще раз объясню, ребят, как это работает. Вы забираете красный баф, бежите сюда, забираете это. Можете со смайтом, можете без смайта. Это не обязательно. Со смайтом безопаснее. Тогда у вас будет вижена, а то если вас инвейдят. После этого забираете синий баф либо этого краба. Если вы этого краба забираете, тогда после синего бафа вам надо попытаться сделать ганг. Если же вы сначала забираете синий, то так как вы быстрее просто тупо заберете краба, забираете его и реколитесь. Это самый лучший вариант. Реколитесь, возвращайтесь в свой лес. И оппонент думает, что он... Ну, то есть, два варианта у оппонента, что он будет делать. Первый вариант. Он будет находиться в своем лесу в этот момент, и ганг на бутлейн, ганг на мид может выдавать. А вы находитесь здесь сейчас, но уже с бэка. Второй вариант. Оппонент проигнорировал свой синий баф на рексайке, и сейчас возвращается в свой синий лес. Либо идет инвейдить ваш красный. Красный вы уже забрали, вы уже богаче него, потому что в эсбэка... Ну, я сейчас рассказываю про джанглера, как тут этот мув. Дабл не смог сделать. Килл здесь, но рулер очень много хп потерял. Так вот, забираете вот этот кемп, забираете этот со смайтом, получаете вижн, и можете инвейдить, либо делать ганг, либо делать ганг. Идеально. У вас есть первый закуп. Если вы играете через ботинки раш, то они у вас тоже уже... Ну, ладно, ботинок еще тогда нет. Есть первые ботинки, загрыженных нет. Но чаще всего это у вас будут ботинки и фляжка. Вот то, что вам нужно. Все. А если вы играете через раш джанглерского айтема, то у вас есть джанглерский айтем. Ну, не полностью законченный, а смайт именно. И один там пинкварт. Все идеально. Почему он какую-то чушь придумал, каких-то рапторов делать, потом полностью зачистить синий лес, потом без бэка пойти на топ-ганг делать, вообще не тайминговый, спалиться на ворде, не понять, что тебя спалили на ворде. Он подумал, что это просто Кеннон надзонил Рамбла, и пойти инвейдить в чужой лес, хотя ты знаешь, что Кеннон в этот момент никак тебе помочь не сможет, потому что он запушен. И тебя видели. Он этого тоже не оценил. Ну, то есть это чисто вот в соло Сэнскерин отдал. Ну, и потом Бьерксон... Не как Бьерксон сыграл, а как молодой боец. У Дабллифта большие проблемы. Флэшится за ним Корджи Джей. Проглатывает, выцеплевывает, перефлэшивается Дабллифт. И у Корджи Джей сейчас будет смерть. И цепляет с рулера, но это не помогло. Рулер отфлэшивается в ответ. По-моему, Корджи Джей только что сам себя перемудрил. Перемудрил, ребят. Он хотел выплюнуть Дабллифта под выстрел. Выплюнуть-то выплюнул, но Дабллифт перефлэшился через него и выстрел попал все равно в Байфроста. И как итог, килл достается ТСМом. И на боте Рулер решает остаться. Что? Почему ты остался здесь? У тебя нет вижена. Ты не контролируешь заход из страйбушек. Тебе просто забегает элементарно от Свинскерен. Да его и вдвоем-то убили бы. Причем Ди Свинскерен вообще, ребят. Байфроста получил урона от вышки ноль. Потому что щиток. Куда рулер там пошел? Флэша нету. Хилл есть. Очень много дэнает мопцов еще. Дабллифт здесь. Забирает вышку и забирает куча денег. И сейчас мы увидим этот повтор. Началось все со стандарта. Стартная тема размена. Байфроста дал кушку. Не попал. Зацепил коржи Джея. И рулер в этот момент неплохо надамаживал дабллифта. Попал дабллифт и ультанул. Казалось бы, все хорошо. Но этот выстрел бы попал, если бы не флэш коржи Джея с проглотом. Это был настоящий флэш с проглотом, ребят. Не надо было его делать. Потому что успел рулер прицелиться. Нормально тут Кенон у нас цепляет. Должен быть последний стан. Кушечка! Кушечка! Хаузер! Ай-яй-яй! Не попал он кушкой. И... Заслуженная смерть. Заслуженная смерть. Эх. Немножечко недомеханил здесь Хаузер. Ну и билд у него какой-то странный. Он через ботинки на пенетру пошел. Вполне мог идти тоже в ботинки мерки в этой игре. Точно так же, как и Кьюв сделал против него. Свинскерин забил на Кенона полностью, насколько мы видим. Ну а Бьерксон уже начинает лучше себя чувствовать на меде. Никак ему не угрожает. А Бьерксон как бы не умер. Это плохо! Второй мисплей подряд от Бьерксона. Что с ним сегодня? Ну какой? Не, ну что за глупости. Комментаторы... Ну ладно, тут коржи-джей поймали. Он хотел пинг выбить, но его со спины из его же леса выскочили. Три игрока и забрали. Комментаторы оправдывают, что это не совсем Бьерксона ошибка. Байфрост зашилдил Бьерксона. И тот из-за этого не умер. Но подойди под вышку и умри. И воскресни с 70% хп. Почему нет? Ну там примерно как раз 700-800 хп ульта бы вернуло. Этого хватило бы. Подвигался здесь. Довал лифт. Не может постоять. Походил, походил и прогнал амбишена. Контроль, конечно, над красным лесом полностью. ТСМ и захватили. Но Бьерксон со своими ошибками немножко меня расстраивает. Амбишен смог выиграть эту смайт войну. Отобрал у Свена красный баф. Если нам покажут повтор, как умер Бьерксон. Он должен был просто подойти под вышку и сдохнуть. В итоге он просто остался с 0 хп без ульты с флэшом и видит, что на него бежит Краун. И почему-то решает, опять же, не отфлэшиться на предикте. Ну потому что у тебя сейчас флэшнется и дадут автоатаку там и просто все, ты умрешь. Просто нажми флэш и все будет у тебя хорошо. Но он дает Крауну начать делать под нему прокаст и потом отфлэшивается. И даже там он флэшится, не в ту сторону. Если бы Бьерксон флэшнулся в кусты, где стоит пинквард, Краун бы потерял на него вижен. Но Бьерксон реально в этой игре сегодня не блистает. Забыл, как играть на зеленье, точно. Думаю, во всем этом проблема. Ну а по фарму, если посмотреть, команда TSM выдает H2K-вские варианты. Все игроки все равно держатся отлично. Любопытно, что Кеннон, которого дайвили, Кеннон, которого давит постоянно QF, мы это видим. Он там на рамбле его пытается поддоминировать. Идет почти 20 мовцов плюс. И что-то как-то рамбл, либо рамбл плох, как чемпион против Кеннона, либо QF плох, как игрок против Хаузера. Ну а на ботлейне, там жесткая доминация идет над рулером. Рулер вынужденный, смерть была под вышкой, он хотел пофармиться, потому что у него и так проблема. Опять Хаузера пытается убить, он писечку находит, где там проскочить можно. И проскакивает, не получая урон, не замедляясь. Но Бьерксон предлагает прилететь, повоевать. Прилетает, дает стан, не дает стан, к сожалению, Бьерксон, но у него не было двух мин. Но амбишона станет уже Хаузер и килл достается команде TSM. А здесь Крауна ловит дабллифт вместе с Байя Фростом. А где Джин? А Джин фармящая мать. Ему нельзя с бота уходить. Ну это без шуток, но на самом деле ему нельзя с бота уходить, ему нужно фармиться. И почему Samsung Galaxy решили 4-0 провести файт сверху, вчетвером, зная точно, что у них никто не придет на помощь. И зная, что у Бьерксона есть телепорт. В итоге они просто отдали 2 килла. Ну вот рулер сейчас подденает мопцов и поубивает здесь, может быть, вышку. Нет, просто дэнай мопцов организовал. Немножко вернул мопцов. Ну вот, смотрите, где находится вся команда TSM. Там и находится. Вот где находится Джин. И он прийти не может. Ничего не получилось, надо отступать. Смотрим еще раз. В него кидают топор, и они сейчас начнут разворачиваться. Кьюф начал уже разворачиваться, вы это видите. Он уже такой, не будем воевать. Нет, надо убегать. Надо убегать здесь, а не воевать. И Рик Сайка должна была изо всех сил тоже пытаться убегать. Том Кенч должен был ее просто проглатывать, Рик Сайку бежать вместе с ней. Потому что у вас нет одного игрока, и его не будет. Никак. Это они недооценили в Самсунге и, как итог, отдались. Но любопытная, конечно, ситуация получается у нас сегодня. Игра прямо противоположная, можно даже сказать, игре первого дня между этими же двумя командами. Дело в том, что тогда рулер вместе с матой, тогда не было CoreJJ, рулер вместе с матой разгромили DoubleLift с Байя Фростом. А как раз-таки Сэнс Керен с Амбишеном сыграли наравне, а Бьерксон победил жестко Крауна. Сегодня же все наоборот. Бьерксон жестко проиграл Крауну. На топе у нас более-менее равная ситуация. Немножко есть преимущество Кена, но не такое большое. Я думаю, все же это с чемпионом связано. Но зато DoubleLift с Байя Фростом разгром устроили рулеру и CoreJJ. Может быть, не того, а взяли саппорта. Просто идет, закидывает спеллами Амбишена. Дает по нему DoubleLift немножечко урона. Ну, там Крепа нам рассказывает про хладные истории, про то, как будет тяжело все же в тимфайтах команде TSM. Что эквалайзер, рамбловская ульта, будет отрезать оппонентов с одной стороны поверх нее, если надо. Либо отрезать, Виктор будет своей ультой с другой стороны. И там-то будет Джин всех расстреливать. Тут еще подкидывание Амбишена на Рик Секе. Ну, вообще, Рик Секе и Брюс Виктор это очень хорошая комба. То есть, да, это все есть, ребят. Как бы Свену плевать. Он нажмет ульту и пробежал мимо. А Байя Фросту плевать. Он дал ускорение и пробежал мимо. DoubleLift очень агрессивный Адекерри. Это не Ан вчерашний, который на Джинксе умудрился в ситуации, где на каждого игрока осталось по одной автоатаке, застать потратить флэш с хилом. Помните этот момент вот здесь, вот возле Нашора, когда 5 игроков, суммарное количество хп этих 5 игроков, меньше 2000 получалось. Свен начал битву снова за красный баф. И на этот раз выигрывает войну Свен. И, кстати, на Дрейк смещается команда ТСМ. Дрейк еще не брали никто в этой игре. Немножко там DoubleLift по нему автоатак давал. Но потом Варт там поставили через стенку и DoubleLift отменил этого Дрейка, отошел. 4-0-0-4. Давление в Красном Лесу продолжается. У Хаузера опять какие-то проблемы. Я действительно не понимаю, как он умудряется перефармливать Кьюва, когда постоянно стоит под башней без хп. Его еще тавердавит периодически. То есть выглядит, ну, что он не должен, вроде как, победить на этой линии. А он продолжает быть впереди по фарму и чувствует себя отлично. Надеюсь, он не будет тупить с своей ультой и протобелл хекстейчем. Помним об этом. Вот как DoubleLift играет. Я вам про это говорил. Снимает сразу флэш с Амбишн. Амбишн вынужден на Ешке убегать дальше. Но при этом контроль леса синего, ну, красного, извините, уже TSM-овского, тоже под их контролем. И это, по-моему, будет размен вышки на топе, на вышку на бутлейне. Что, наверное, не особо выгодно для команды TSM. Но другого варианта они сейчас предложить не могут. Хотя вот они могут заинвейдить еще синий баф. И не увидел Свена. У него не было вижена, чтобы цепануть. Свен под ускорением бегает. Переключается на Амбишн. Амбишн в свой туннель. И уезжает. А Дабллифт, к сожалению, не пушил в этот момент на топ. Он думал, что будет битва. И смещался сюда к битве. Но теперь им придется как-то придумывать, как отзонивать. Ну, да, они просто отзонят полностью Рамбла. Барон, конечно, апнутый. Но, не знаю, Барона брать это глупо. Слишком рановато. Тем более, что у команды TSM нет сетапа для Барона. У них и Адекерри не для Барона. И Джанглер довольно слабый на Бароне. Но зонин хороший оказывает. То есть, вышка просто динает всех этих мопсов. Никто опыт даже не зарабатывает. Вот Руллер сейчас подойдет. Какой-то опыт подзаработает. И Дабла, кстати, выгнали из-под вышки. Ну, по фарму выровняли Самсунги. Правда, при этом они отдали несколько киллов. То есть, это ценой своего давления. И теперь они уже 5-6 проигрывают. Так-то был счет 3-1. И они проигрывали по фарму жестко. Теперь они, ну, более-менее выровнен счет. То есть, Бьерксон там плюс 7 идет. Всего лишь 20-ка. Даже меньше у Дабл Дифта там осталось. И на Хаузер уже нету 25 мопсов преимущества. Осталось всего 10-ка. Но при этом отдали по киллам. Счет у нас получился 2-5, да? Ну да, 3-1 было. 2-5. Очень хороший размин для команды TSM, конечно же. Ну и по вышкам 1-1 счет. Не забавно, что ФБ вышки было от TSM. Так что... Пошел ломать здесь Байфрор. Кстати, он увидел вард, но почему-то я решил его не выбивать на Риф Геральт Пите. В будущем это будет на Шорт Пит. А Бьерксон у нас тут раскидывается минами своими. Денежку зарабатывает как может. Билд Бьерксона, КДР-ботинки, Морелка и Руа. По мне хороший очень билд. Через каплю он не решил не идти. Через каплю чуть позже был бы у него Power Spike. Зато более танковый был бы он. Ну, решил Бьерксона. Ему танковости хватит через Руа. Правильно говорят английские комментаторы. Дракона не было, поэтому TSM могли гораздо больше времени проводить. В Синем Лесу оппонентов. Тут у нас какая-то битва. Бьерксон прилетел. Хаузер цепляется за Кува. Бьерксон спасает Хаузера. Если тот вдруг умрет, закидывает бомбочки Бьерксона. И она взорвется и сожрет, конечно же, бедного Кува. Да, да, да. Я тоже не понимаю, почему Хаузер не вернулся на эквалайзер и не сдох. Не восстановил себя с фулл хп. Свена, большие проблемы. Его расстреливают и у Байфро, скорее всего, тоже умрет. Вот тот самый момент, про который английские комментаторы говорили, что ульта Джина, ульта Виктора. И представьте, сюда бы еще упала ульта Рамбла. И не факт, что TSM бы смогли удержаться. А при этом уроне умерли два игрока команды TSM. Бьерксона ловит, у которого нет ульты. Его убивают и цепляют еще дабллифтов. С флеша Рулер пару автоатак дал, но не хватило дэмэджа, чтобы убить Бьерксона. О, этого дабллифта Бьерксона-то как раз хватило. И пошли на Нашора. Рисковывает немножко ход. Нету Вижена у команды TSM там. И они должны догадываться, что они идут на Нашора. Ставится синий тринкет, но поздновато. Уже не успевает туда никак прибежать дабллифт. Провал на меде полнейший. Ничего не смогли TSM сделать против этого. И Хаузер тут ни на кого не успевает. Может, стоило не делать же этот телепорт Бьерксона вниз и убивать Рамбла. А как их здесь поймали-то? Свена подкинули. Он сейчас нажмет ульту. А, он очень поздно нажал ульту. Много урона наполучал, когда уже нажал ульту. Было слишком поздно. У него больше половины хп он потерял, стоя в стане. И сейчас Бьерксон подойдет и тупанет очень сильно тоже. Ему надо было просто кинуть бомбочки на зачистку Вейва. Он вроде это сделал, потом зачем-то дал замедление по Амбишину. Полез куда-то в Лайзер, полез в W. Не отфлэшился сразу. Получил CC эффект, потом отфлэшился, но уже было слишком поздно. Это очень плохая игра сегодня от TSM. Надеюсь, это первая и последняя игра сегодня такая плохая, потому что с такой игрой из группы они не выйдут. Я не уверен, что они смогут теперь выстоять давление Самсунгов. У них, конечно, сетап рабочий. Играть через него можно, но слишком они себя загнали. В невозврат уже практически. И главный плюс TSM в том, что тяжело их давить. Тут вам и Зиллиан, тут вам и Кенон. Поэтому объекты будут скорее размениваться на объекты. Ну, сейчас на Шором, понятное дело, просто потеряют. У Свена небольшие проблемы, он уворачивается. Даскблейд, кстати говоря, от рулера. Он понимает, что ему в этой игре не автоатаки надо. Автоатаки это не то, что он будет убивать людей за Джина в этой игре. Ему нужна куча пенетры, потому что он будет только ультой, дамажит пацанов. И поэтому он играет через тот самый билд, к которому мы привыкли. Более того, даже сейчас добавляет еще Ласт Виспер, я так понимаю. Ну, может быть, Инфин просто. Дабллифт наглеет, дамажит Корджи Джея. Ну, там W, рулеры останавливают все активность дабллифта. На миде проблема. Бьерксон не может это, конечно же, отпушить, потому что мопсы слишком сильные. Ну, посмотрите, ему надо две бомбочки. И даже с двумя бомбочками Бьерксон это не отпушивал. Поэтому вышка упала на миде, Тир-2. И вот Тир-1 наконец-то Кьюф добил, который он бил постоянно в этой игре. А вот это интересный ход. Амбишен остался. И вместе с мопсами будет подпушивать бот. Классно отыграли Самсунги с Нашором. Практически ничего не дали ТСМам дать в ответ. Ну, то есть никакую битву организовать они не могли. Они вынуждены были бегать туда-обратно. Но вот сейчас, возможно, что-то получится. Свен делает ускорение. Но бомбочки не дал. Две бомбочки Бьерксон по нему. Влетает здесь Хаузер. Но добраться не может. Виктор в него ультует. И у Хаузера большие проблемы на него ультует. Зелен спасает ему жизнь. Будут ждать, пока выйдет Хаузер из своей... Ух, остается в живых. 8-8 по киллам Бьерксон. У него ульта наполовину уже откатилась. Так что можно дальше продолжать. Чейз. Рамбла-то нет. Но очень хорошо катит Самсунги. И Рамбл ломает вышку на топе. 5-4 не смогли организовать ТСМ. Не самый лучший телепорт выбрал Хаузер. Я так понимаю, у него не было хомгардов. Или как это произошло. Потому что он прилетел, а ворваться ни в кого не смог. Он просто попал под ЦЦ эффекты. И там и остался. Где прилетел, там и остался. В общем-то. Это не очень хороший ход был. Напоминаю, что в этой группе 2 команды... Ой, извините. Три команды. 2-1 имеют. Одна команда 0-3. И чтобы той команде с 0-3 выиграть, им нужно 4 победы подряд как минимум одержать. И даже при этих обстоятельствах, возможно, им понадобится еще пятая игра. Ну, три победы это точно. Одна потом игра будет еще на переигровку. Это в лучший для них случай. Они выходят из группы. Но сплайсы очень скоро все это выяснят. У них следующая игра, потом третья игра тоже их. И пятая игра их. То есть со сплайсами мы быстро разберемся. Но мы уже следующей игры все поймем. Дабллифт Рассвижен на самом деле. Это очень хорошо. Так что крутиться вокруг дабллифта можно. Но как его довести до туда, до дэмэджа? Он пока не способен убивать Амбишена легко. А эти маги-волшебники его раздамаживают. Пока нету БТшки у дабллифта. Сейчас он ее как раз собирает. Свена здесь подлавливают. Но я не знаю, что это будет. Это будет какая-то война, да? Попытка повоевать. Бергсона цепляют. Свен нажимает ульту. Просто убегает. Джин тут начинает расстрел по Хаузеру. Хаузеру бы вернуться к своей команде. У него нет флэша. Обрыв идет от дабллифта. Много урон он нанес. Но не хватает. Вот Кеннон, ты куда ушел? Вот туда надо было влетать. Испугался, испугался Хаузер. Он здесь же и стоял. Сюда и надо было влетать, отдаваться. Вот этого дэмэджа, которого не хватило Бергсону с дабллифтом, его как раз мог донести тот самый Хаузер. Напомню, что ТСМ этот сетап даже играли более нагло. Они топера брали танка в свое время даже. Там Гнара брали. Ну, то бишь, они считали, что и так им будет хватать урона и без Хаузерского Кеннона. Ну, конечно, поприятнее, когда у вас есть чистый АПшник на топе, и тогда вы крутитесь вокруг него. Минус 3 тысячи. Это выигрывается, конечно же. По Дрейкам большого преимущества нет. Маунтен Дрейку, Самсунгов, они благодаря ему, в общем-то, вышки-то и поломали. И сейчас эти 3 тысячи, это три вышки, которые они сломали. Так что все ровненько, ребят. Не переживайте за ТСМ-ов или переживайте за Самсунгов, потому что... Их-то А.Д.Керри послабее в Лейте будет, но в сетапе их А.Д.Керри, мне кажется, сильнее все же. И тут будет вопрос о том, смогут ли 3 ульты Самсунги выдать так шикарно, как им нужно выдать 3 ульты. ТСМ им попроще в тимфайтах. Им нужна всего лишь одна хорошая ульта Кеннона, и все остальные-то разберутся. Там будет полный хаос твориться, пока они будут разбираться с Кенноном. Кеннон только сейчас начинает делать Джоню, а не поздновато Ли. Ну, с другой стороны, он усилил через Абисал урон магические кармы и Бьерксона. Сам собрал Войт Став, чтобы у него был дэмэдж. Плюс еще ботинки на Пенетру тоже, чтобы повысить свой собственный дэмэдж. И сейчас вот собирает Джоню. Ну и последний айтем будет рулать. Так, пошла ульта, пошла еще одна ульта. Шикарно. Но кого здесь не хватает? Урона не хватило Самсунгам. А! Ай-яй-яй. Очень нереактивно Бьерксон. Ну, честно, сваливаю. Если команда ТСМ проиграет, сваливаю все на Бьерксона. В этой игре он очень плохо отыгрывает. Сейчас ультанул тогда, когда не надо было. Свен под ультой своей... Под Гастом, извините, своим забежал туда. У него есть Гай, его, конечно же, убивают. Байф Роста большие проблемы. Его ускоряет Бьерксон, но это не помогает. И Свена также убивает. Хаузер делает врыв. Крауна не смог убить. И никого не смог убить. Не хватило дэмэджа. А где же Даблилифт? Даблилифт у нас сверху стреляет. Не участвует в сражениях. Потому что он вынужден был бэкаться из-за того, что Бьерксон дал ужасную ульту в прошлый раз. А сейчас бы эта ульта пригодилась. Правильно говорят английские комментаторы. У Даблилифта был флэш, был хилл, была даже ешка, так как он успел откатиться, чтобы ворваться и убивать. Но у него не было полного вижена на оппонентов. Он не знал, где они стоят. Видите, там нету вардов снизу. Это к Байфроста вопрос. Были ли варды у Байфроста и мог ли он их поставить? Тут интересный телепорт от Бьерксона. Думают они, что Амбишн начал делать на Шора, но он его не начал делать. Амбишн просто изобразил на Шора. Не получилось изобразить. Как же классно, корт Джи Джей отыгрывается уже на своем чемпионе. Только Амбишн попал в небольшую проблему, как тут же хватай-глотай, вытаскивает его из беды. И снова попытка от Самсунгов начать делать на Шора. Нет, это просто вард выбивают. Амбишн выбивает здесь пинг. А Кеннон сбэкался на базу, похилялся. И попытались подпушить мид. ТСМ, а дабллифт, парочку автоатак, успел дать по вышке. Это очень важная вышка, которая... Если ТСМ ее сломает, они выровняют игру. Но пока она не сломана, постоянно им придется отпушивать так криво мопцов. И они будут терять контроль над шортпитом. Забегает ТСМ и всей команды на зачистку здесь всего, что плохо лежит. Плохо лежало здесь все. Все было убито. Еще краба можно забрать. Рамбл же тем временем ждет мопцов снизу. Не тратит он ульту на этот тимфайт. Разобрались ТСМ. Дракон апнулся тем временем. Это еще один Маунтайн. Отдавать в открытую его, конечно, не хочется. Но если Самсунги начнут его, ТСМ не смогут себе позволить туда заходить. Им нужно мид этот сломать до сих пор. Оно могут попытаться запанишить тем, что начать своего над шора. Ускорение идет Декармен, но для того, чтобы вырваться и выбить Пинквард. Бьерксон закидывает здесь бомбочки. Очень плохо отыгрывает. Он не попадает ничем в всю игру. Серьезно. Можно сейчас начинать даже на шора ТСМ. Потому что не готовы Самсунги к этому. Амбишн среколился. На своей ульте вернулся в тимфайт. Но его и нет тимфайта. А Вижн полностью под контролем сейчас ТСМ. В ботлейн очень долго будет пушиться в их сторону. Мид они не успевают Самсунги пропушить. Бьерксон одними бомбочками это все динает. И левел 16 для дабл лифта дарит. Кстати говоря, вот это единственный прикол. Очень важный для Зилиана. У вас мидгейм очень сильный за счет того, что у вас... Так, ловить Амбишн. А что это за наглость? Амбишн ловит. Он взрывается. Но тут же его корр джей проглатывает. Но взрыв все равно произойдет. Да. Бомбочка изнутри вылезает. И снова идут на этот пинг. Залезает. Почему отпустили этот пинг сейчас ТСМ и не знаю. Надо было снова ловить их на этом же пинге. И у Бьерксона, наверное, просто с маной проблемы начались. Показывают, что ТСМ и начали плохо. Потом вышли вперед на почти 4000. И тысячи сейчас проигрывают почти те же 4000. Там большой пак уже пушится на ботлейне. Пора Кеннона туда смещаться. И, наверное, Маунтендрейка отдают без боя ТСМ. Бьерксон бэкается за маной. И покупает... Он идет в Рободон. Но пока еще ничего не покупает. Кеннон не добрался так до сих пор до Жони. Это очень важный тоже пункт. И Га. Не забывайте. Свинскерину надо, чтобы подкатилась. От первой Га он потратил, чтобы отменить на Шора. Второй Га желательно уже потратить, чтобы подарить ульту Бьерксона кому-нибудь пополезнее с командой, нежели самому себе. Да, правильно говорят английские комментаторы. Амбишн. Шикарно, Вижн войну выдает. Он один держит столько же Вижена, сколько Свен вместе с Байфростом выдают. И тяжело, тяжело играть. Издевается здесь Краун. Забирает сразу три кемпа подряд. Очень быстро. Набирает себе выход по фарму вперед. И у него последний айтем, кстати, у Крауна остался. Судя с этап, который ТСМ играет, я думаю, Краун возьмет либо Лич Бейн, либо, ну, тогда Га уже, чтобы его не ваншотнули. Ну, скорее так, Лич Бейн упадет. Он будет, наверное, ваншотать пытаться оппонентов. Раз он Морелку-то не делает. Теоретически-то надо Морелку. Но он ее решил изначально уже не делать. Так что, наверное, мы от него ее уже и не увидим. Зачищает снова ТСМ на шорт-пит. Убивает Краба на реке. И контролит опять его, не отдавая оппонентам до тут-то фришного захода. Это дейнджерис гейм, согласен. Комментаторы сейчас, кто не понял, про что говорили, это был по голосу... Я не понял, кто это был по голосу. Я сейчас пытаюсь вспомнить, кто это говорил. По-моему, Джет говорил. Он сказал, что Краун не собрал Магрес. А так как это уже последний айтем, вряд ли он будет делать Абисал. Это либо Жоня, либо нихера. В общем, намек на то, что Бьерксон может его в соло спеллами просто убить, двумя бомбочками. Это реально дейнджерис гейм. Но пока работает дейнджерис гейм. И из Бэка сейчас посмотрим, купит ли Магрес себе Краун. Но я думаю, если это будет Магрес, то это скорее выход в Га будет, а не в Абисал. Бэка, это ничего не покупает. 1250 голды, видимо, ждет на базе. У него наверняка есть Лич Бейн. Да, все верно, Лич Бейн. Очень дейнджерис гейм. У него 34 Магреса, кто не видел. У Крауна 34 Магреса. Это очень мало. Но при всем при этом он прекрасно понимает, что у него есть Том Кенч, который его съест. Ну, 15 еще Магрес задает ему Том Кенч за счет Локита. Плюс Локит сам по себе прокнуть может, накинуть на него щиток еще Том Кенч может дать. Ну, то есть какая-то защита у него есть от ваншота. Но самое главное, это самому наносить очень много урона. И, казалось бы, это вроде нелогично. Опа, здесь Берсон подкидывает. Берсон ни в кого пока не ультует. Кеннон сюда сейчас прилетит. У Байфроста большие проблемы. Он флешивается, остается в живых. Прилетает сюда Кеннон. Цепляется ультой за рулера. Но не хватает. Дэмэджа прожимает он Джоню. Какое мясо творится. Но ТСМ за счет Зиллиана выбивают кучу игроков. Зиллиан выдал в этом файте несколько бомбочек шикардосных и ТСМ. Нет, он думал у него ульта все еще держится. Ай. Ну да, понимаю, он думал, что нет ульты у Виктора. Потому что вроде файт же прошел. Но, ребят, при чем здесь это? Зачем так рисковать? Вас осталось пятеро против троих. Их просто идем и забираем на Шора. Давайте смотреть внимательно. И теперь следите за тем, что делал Бьерксон. Его подкинули. Он отойдет сейчас в сторону. Выцеливает свои бомбочки. И сейчас он Бьерксон вернется в симфайт и даст все шикарно. По-моему, было так. А где Бьерксон-то? Вот он. А нет, это станы были от хаоса. Мне показалось, что вот здесь сейчас был стан от Бьерксона. Это мне показалось, ребят. Бьерксон ни хера не сделал в этом файте. Забыли. Забыли. Это дабллифт сделал все здесь. Все сделал дабллифт. Бьерксон ни черта не сделал в этом файте. Это Кенон прилетел за станы от трех игроков. Я думал, это Бьерксон сделал стан трех игроков. Так что, my bad. А потом дабллифт их всех расстрелял. Вместе, конечно же, с хаосерским дэмэджем. Ну и дальше же. Сам же дабллифт упанул. Ну, бывает. Ладно. Немножко на... Он подумал, что ульта чуть дольше будет держаться и хотел разменять себя на Крауна. Плюс он думал, что у Крауна не хватит дэмэджа, так как у него вроде как не должно быть ульты после тимфайта. Но ульта осталась. А Самсунгам могу только передать привет. Никогда так больше не делайте. На открытом пространстве. Не используя джиновскую ульту. Играя только через рамблскую ульту как инициацию, это было ужасно. То есть, рамбл ультанул, все разбежались. Джин не может ультить, потому что файт идет какой-то дурацкий. И Виктор так и не придумал, в кого ультить. В Кенна, на который сейчас Джоня нажмет. В Свинскерина, у которого ага. В Бьорексона, который ультанет на себя. Вот Байф Рост убежал. И в него он, кстати, тоже не ультанул. 11-11 у нас счет стал по игре. Абсолютное равенство. И мы только что видели, как могут запороть Самсунги свой тимфайт. Я говорил, что у них тимфайт-то... Если идеал тимфайта добиться, то у них сильнее. Но если будет стандартная тема, то, понятное дело, они просто проиграют. Ибо, ну, очень тяжело это все. Вот сейчас хороший момент. Очень хороший. Рамбл здесь вот надо было улететь. Вот здесь было шикарно. Ультуете, перекрывая оппонентов. Виктор уже готов стрелять по ним, если они бегут в нас. И, конечно же, Джин может улететь также туда. Вот было идеальное место. Замкнутое пространство для четырех игроков команды ТСМ. Выбраться из этого замкнутого пространства было очень тяжело. И ТСМ, на самом деле, сами себя загоняют в жопу. Оттуда не выбраться им теперь. Амбишена ловят. Свена ловит. Свена ультует на себя. Думал даже побежать в тимфайт. Но нет. Не тут-то было. Пошла какая-то ульта Джина. Непонятно, пошла ульта Рамбла. Виктор пытается туда же сместиться. Выживает. Берсон флэшился к своей команде, потому что он был отзонен амбишеном. И очень битые стали ТСМ. Нажимает рекол. Кенон продолжит, наверное, пуш. У Кенона нет телепорта, правда. Пушат мид, но они не сломают ингибитор. Просто сломают вышку. Это не страшно. Ой-ой-ой-ой. Интересный выход сейчас будет от Кенона. Кенона подкидывает амбишен. Кенон ультует. Но никого не задевает. И не нажимает Джоню. Ну что это за бред-то? Никого не задел и Джоню не нажал. Ты издеваешься, Хаузер? Минус игрок сразу. И сейчас, скорее всего, на Нашора пойдут Самсунги. Знаю, что Кенона нет. И у них Маунтайн Дрейк. Надо бежать туда. Быстро надо ускорять, конечно же, Олаф. У Олафа откатилась уже почти ульта. Есть Га. Олаф прожимает ускорение. Его стягивают. Га с него снимают. Надо убивать Нашора. Пока мертвый. И он почему не пытается убить Нашора Самсунги? Не хотят. Дабллифт жив. Пока еще делает один килл. Свен пробегает, но не забирает этого Нашора. Не стилит. И, по-моему, это конец, ребят. Бергсон отвратительно играет эту игру. Здесь, могу сказать точно, ультить надо было Волофа. Он дал ульту Неволов. И из-за того, что Олаф просидел, все просто убили Люциана за два раза. То есть Люциан умер из-за ульты Зелена воскрес. Но его потом второй раз тут же убили. Правда, он успел при этом Крауна убить и снять с него ШД. Но это минус 2 ингибитора. И теперь уже не выиграть будет. Хаузер, конечно, жестко слил тоже момент с этим тимфайтом. Ой, минус Бергсон. Но он ультует на себя. Остается пока в живых. Хаузер не сможет ему помочь. Бергсона подкидывает, убивает. Хаузер на все это смотрит со стороны. Делается уже ульту 1 в 4. Много урона он проносит про рулера. Убивает его, но Корджи Жей его выплевывает. И Жоню опять не нажимает. Да что ж такое-то с твоей Жоней-то? Вась. Вась, а? Вась. Дабллетт, под ускорением. Цепляется за амбишина. Но тут вам Корджи Жей говорит. Извините. Вы как бы видели, что я буду играть на Том Кенча. И все равно решили его не забанить. Ай, да ладно. Ладно, ладно, там Байфрост ускорение даст. Да, догнали, догнали. Но выглядело смешно, как он оббежал ульту дабллифта и остался в живых. Но нет. Один дубля лифт будет сейчас сражаться. Но давайте смотреть еще раз. Во-первых, одна бомбочка уже кинута не туда. Это было ужасно. Вот его надо было воскрешать. Потому что влетел дабллифт, его убили. Свен вынужден выбегать, потому что нет больше ульты. И второй раз его убили, но он успел Виктора при этом убить. Байфрост поучаствовал во всем этом процессе, но ничего не сделал. Амбишин шикарно отыграл эту игру. Тоже на Рик Сайке. Обратите внимание, какие классные накапы делает. Давление на Свена в начале игры. 17-14. Камбэк маловероятен из-за того, что нет двух ингибиторов. Но Кена нажимает телепорт. Будет оббегать. Он, кстати, встретится сейчас с Рулером. С Рулером встретится. А, Рулер это все увидел и отошел в сторону. И выцеливает Хаузер. У него есть ульта. У нас тут будет смайт война, судя по всему. Пошла Джиновская ульта. Свен это все видит. Свен должен попытаться смайт войну эту все же выиграть. Уворачивается от всего. И смайт войну выигрывает Рулер. Влетает Свен, но слишком поздно. Хаузер все еще добежать не может. Он пытается выцелить эту битву. Не получается у Хаузера ничего сделать. Он умрет просто от кувы. Ультует. Там, конечно же, Женя. Никаких проблем. Стан прописывает Хаузер. И отступает команда ТСМ. Но опять они отдали дракона. Важного очень Дрейка. И... Амбишин. Ой, два телепорта. Точнее, не два телепорта. Это был... Курджи Джей перетащил. Перетащил туда игрока. Ну, игрок, кстати, один умер, которого перетащили. За секунду. И, возможно, Курджи Джей еще умрет. Байфроста-то полечиться надо. Беги лечиться. Бьеркс, оно... Спасает одного игрока. Станчик. По рулеру не проходит. Но нет, нет, нет. Под двумя бомбочками бежит Свен. Но слишком поздно. В него этот ультанул, не смог ворваться. Да, не смог ворваться. Виктор ультанул тогда. И с кустов он когда выбегал. Хаузер играет во Вьетконг. Хаузер в засаде. Что это было? Это была, по-моему, худшая игра на чемпионате мира от ТСМов. И худшая игра от Бьерксона за долгое-долгое-долгое время. Хаузер тоже очень мусорно сыграл. А Биселл там зарашил вместо Жони. Он только что флешнулся из ДО. Стелл Хаузер. Не, ну, понимаете, я объясню. От Бьерксона требуется очень мало. Я сейчас еще раз, ребят, наверное, объясню. От Хаузера требуется достаточно много. Ему нужно найти фланги. Ему нужно выиграть... Ну, давайте по порядку. Ему нужно выиграть линию. Он с этим почти что справился. И вот он забебеситель, и он стоял. Ему нужно неплохой билд сделать. Теоретически его билд работает, потому что нужно увеличить магический урон. Нужна Жоня и последним айтемом рулай. Все это есть. Дальше. Ему нужно фланговать. И вот здесь-то включается пункт. Но чтобы фланговать, нужно, чтобы у оппонентов не было вижена. А оппоненты классно играют через вижен. И дальше, вот дальше начинаются косяки. Хаузер ни разу не сделал комбу. Ешка Флэш ульта Жоня ни разу за игру не сделал такую комбу. То есть он либо Флэш тратил в жопу куда-то, убегает. Либо врывался у оппонентов Ешка, этот, протобелт Хэкстэч вперед. Это неправильно. Ты должен играть через ульту свою и Флэш. Когда они у тебя вместе, тогда ты играешь. Если у тебя их нет вместе, ты говоришь своей команде, я не мегагнар. Все, никаких файтов. Терпите. Он этого не делал. Не говорил, видимо, команде. И постоянно фланговал, не имея ни хрена. Последний файт просто боль, конечно. Там два последних файта. Очень много времени вот эти были просто боль. И Кеннон фейлил. А теперь к Бьерксу на вернемся. У Бьерксона самый легкий чемпион для лейнинг фейзы. Ну, то есть, проиграть за зелена невозможно на линии. Вы понимаете? У вас на первом левеле ваши бомбочки убивают задних мопсов. Это как вообще можно проиграть эту линию? Но Бьерксон умудрился проиграть эту линию. Он 0-2 был на этой линии без гангов. Его никто не гангал. Он сам сдох два раза. Почему? Зачем ты это придумал, Бьерксон? Подарил Виктору ни за что киллы. И дальше элементарнейшие вещи, которые тебе надо делать. Это кидать две бомбочки на Олафа, ускорение на Кенана, а ульту на этого, ну вы поняли, на Люциана. Что Бьерксон делает? Ускорение дает на Олафа, бомбочку на Люциана, вторую бомбочку на Кенана, ульту в себя. Что ты делаешь, чувак? Ну серьезно, куда ты вообще все это делаешь? Да, да, реально, на Атьебуис кидал он свои ульты. Ускорение на Олафа. Он и так быстрый, куда ему еще быстрее бежать, чувак? Он и так быстрее всех убежит, на него карма дала ускорение. И у него гост есть, и ульта. Что ты его еще ускоряешь? Куда ему там торопиться? Элементарные вещи, то есть Бьерксон с этим не справился. Когда у Кенана больше работы было в этой игре. Но зафейлили не оба, это понятно, с Никки Хаузера. Он просто хотел попить, а не мог, потому что надо ласкить, и поэтому решил умереть. Привет, Эйзен Хорн. Ну что ж, периф, периф. Следующая игра у нас будет Сплайсы. Так, надо расписание поставить. Сплайсы против Ройл. Давайте посмотрим на демочек, кстати. Мне нравится то, что из-за того, что в Китае эту игру показывают раньше, здесь обновляется на сайте еще раньше, чем на Твиче игра закончится. Можно даже, наверное, смотреть. Ну, нет, все здесь тоже нормально. То есть, я думал, может, Бьерксон тут будет в районе 20 тысяч урона. Ну, если вот относительно этих взять. Нет, все тоже нормально. Столько же, сколько Кенан нанес. Олаф сделал тоже многое. Просто вот последние тимфайты криво сыграли. Люциан, который отдался. Они выиграли битву, где как раз запороли все Самсунги. Они все запороли. Ульта Рамбла в никуда кинутая. Джин вообще ультить не может. Виктор вообще не ультанул. Ну, то есть, там такая была битва. Но Люцик из 5 в минус 3. То есть, у нас 5 рассталось. Мы минус 3 им сделали. Решил, дайте-ка я умру, и мы не заберем наш ора. Почему? Почему? Нет. Не хочу так. Перев. has picked up a win here. Я està.